Медиафорум В этом мероприятии центральную роль, поскольку этот медиафорум состоялся на площадке университета. Это очень полезная вещь, когда собирается молодой журналист, обсуждает проблемы. На медиафорум приехало порядка 100 человек из 40 городов России. Новые люди, новое общение, люди все открытые, все позитивные. Активные инициативные ребята, которые готовы придумывать что-то новое и главное делать это что-то новое. Казалось бы, очень мало дней форумной программы, но это мы успели очень многое. Потому что у нас очень интенсивная программа прям с утра и до ночи. Мы работаем два дня. Первый день привезли лекторов. Это представители ведущих российских медиахолдингов. Я рассказывала про аудиторию ВКонтакте, как она меняется, какие основные задачи стоят сейчас перед нами. И я просто влюбилась в шеф-редактора новостного отдела Артура Соколова, который рассказал нам про то, как работает их редакция, про то, как они всегда пытаются бороться со скукой. Мой главный посыл в том, что неважно на какую тему ты собираешься производить контент, важно, чтобы тебе было в этот момент прикольно. Мастер-класс Антона Луницына мне понравился, потому что он многому научил, он заставил смотреть какие-то вещи и их замечать. Я доношел традиционно свое видение фотографии, свой взгляд на нее, то есть взгляд на фотографию, как на язык визуальной коммуникации, как на что-то, с помощью чего мы можем общаться с друг другом. Больше всего мне понравился главный редактор ленты.ру, потому что он действительно давал такой структурированный материал, четко обозначил основные тренды в журналистике. На самом деле это очень важное мероприятие, потому что здесь ребята, которые либо начинают в журналистике, либо учатся на факультетах журналистики, имеют возможность пообщаться напрямую с людьми из профессий, причем не только из традиционных СМИ, но и с блогерами. Я хотел донести, что не стоит бояться каких-то своих желаний в работе с журналистом, надо всегда стремиться к работе в каком-то идеале, в какой-то мечте своей, и, естественно, надо как можно раньше начинать работать. Не фестиваль знаний, а фестиваль такой пинок под зад, когда они поняли, что нужно двигаться и не останавливаться, и постоянно его нужно подпинывать, подпинывать, и это будет самая, мне кажется, правильная часть этого форума. Все большие медиа сегодня делаются молодыми, поэтому мы ищем их. У меня чрезвычайно хорошее впечатление от ребят. Я понимаю, что им нужно давать ход их креативу и талантам. Очень надеюсь, что многие из них продолжат свой путь в медиа. Очень живые ребята, и я надеюсь, что в будущем это мои коллеги. Второй день форума — это ребята работают по группам, готовят проекты, которые будут представлять на оценку экспертного сообщества. Разработки собственных кейсов по освещению фестиваля, по работе над медийной повесткой фестиваля. В будущем мы будем огромным таким медиа-центром, медиа-командой, которая будет освещать фестиваль. Форум проходит в моем университете, в котором я учусь, и я очень рада, что НГУ дает нам такие возможности, потому что здесь мы действительно познакомились с разными людьми, и я рада познакомить участников из других городов с нашим городом, с нашим университетом. НГУ — это замечательная площадка, потому что здесь подготовлено все на высшем уровне, мне очень сильно нравится. Каждый из ребят, я думаю, очень доволен тем, что это именно здесь проходит. Я в восторге, потому что все очень современное, все очень новое, очень пожалел, даже что не поехал в свое время учиться в Новосибирск в какой-то степени. Я в Новосибирске уже шестой раз, я очень люблю Новосибирск и очень люблю Академгородок, потому что то, что понимают на западе под кампусом, в России это только Академгородок. Место шикарное, потому что ты можешь голову отключить и оценить, посмотреть со стороны то, что ты делаешь. И включить ее совершенно в другом формате, это, конечно, здорово. Мы сейчас готовы поделиться друг с другом важным и ценным опытом, и поэтому мы обмениваемся, и сейчас я уже поняла, что такой приличный багаж знаний улетит со мной в самолете в Крым. Для меня это колоссальный опыт, новый и очень крутой, который, в принципе, я понимаю, что сейчас практически невозможно получить где-то в другом месте. Ты знакомишься с новыми людьми, получаешь знания и, безусловно, в предвкушении ждешь фестиваля. Как на этом медиафоруме, так и, собственно, на самом всемирном фестивале основное, чтобы мы научились друг друга понимать, друг друга слушать, друг друга воспринимать. Это, по большому счету, от этого будет зависеть в том числе будущее нашего мира, нашей планеты. Субтитры создавал DimaTorzok